В Ненецком округе внедряется проект «Социальная карта». На первом этапе в нее будет включено три услуги для льготных категорий граждан. Оплата проезда в автотранспорте, обеспечение молочной продукции и детским питанием детей до трех лет. Проект по внедрению в Ненецком округе социальных карт обойдется бюджету регионов 9 миллионов 700 тысяч. Об этом на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов по социальной политике сообщил директор казенного учреждения Ненецкий информационно-аналитический центр Павел Окладников. В рамках реализации проекта будет создан региональный центр социального процессинга. Выпущено 10 тысяч карт и закуплено два дорогостоящих принтера для нанесения на карту фотографии и фамилии владельца. Карта будет персонализирована и содержать в себе чип. Уже начиная с сентября-октября в карту будут интегрированы три услуги. Оплата проезда в автобусах для льготников, обеспечение молочной продукции детей до трех лет и обеспечение детским питанием детей до трех лет. То есть после выдачи электронного сертификата, электронной карты получательный услуг, они будут обращаться непосредственно к учреждениям, которые будут, или организациям, которые будут готовы предоставить данную услугу, после чего информация будет авторизовываться, как раз таки в правом стороне видно региональный центр социального процессинга, который, в свою очередь, будет аккумулирован и будет работать напрямую с базой данных, в которой будет храниться информация такая, как доступна ли эта услуга получательную, доступна ли она в каком объеме, в какие сроки и в какой период. По словам руководителя Павла Окладникова, проект «Социальная карта» предназначен для реализации эффективных механизмов предоставления и учета мер социальной поддержки, оказания адресной помощи тем гражданам, кто в ней наиболее остро нуждается. По мнению разработчиков, ожидаемый социально-экономический эффект от реализации проекта в округе составит порядка 50 миллионов рублей. Самое главное – введение этого продукта или, как и сказано, социального процессинга, ну вот такая для нас, для народа, для кого-то, да, мы говорим о том, что прежде всего решается целевое адресное предоставление льгот, не менее важно – это их учет всех этих льгот, ну и для кого-то это очень удобно, это терминализация, конечно же, обслуживания льготного населения. В дальнейшем область применения карты будет расширена, планируется включить дополнительные услуги. Среди них – учет прохода школьников, образовательную организацию, получение льготных лекарств, пользование социальным такси, адресная материальная помощь на коммунальные услуги, социальные сертификаты на продукты и средства реабилитации. По итогам заседания постоянной комиссии рекомендовано провести общественное обсуждение нового регионального проекта через окружные средства массовой информации.